Мы рады приветствовать вас на нашем канале Каббала Кала. Ирина Ира. Что это значит, если записать на иврите? Интересно, что Ира так пишется на иврите. Гематрия 216. 216 мы знаем, что Рейш 200, Ют 10, Аллит 1 и Гей 5. 216. Но самое интересное, что Ира – это буквы слова Арье. Арье. Вот так пишется слово Арье из тех же самых букв. Лев. Точно, Лев. Вот такое, ну, пусть будет случайное совпадение. Мы не будем сегодня касаться четырех сторон колесницы. Поговорим немножко о другом, не менее интересном. Две цитаты из книги Берешит и книги Дворим. Из первой книги Пятикнижей и из последней. Благословение Якова и благословение Моше. Яков так благословляет Иуду. Гур Арье – Иуда. Иуда – это львенок. Гур – буквально детеныш. Детеныш – льва. То есть Гур Арье – детеныш – льва. Иуда – это благословение Якова, которым он благословляет своего сына Иуда. И это не просто благословение, это отражает его суть. Суть. Иуда и его потомков. А вот Моше говорит так. Уледан Амар, а Дану потомкам Дана сказал так Моше. Гур Арье. Дан Гур Арье. Дан Гур Арье. Вот интересно. То есть есть некая особенность, которая связывает Иуду и Дана. Двух братьев. И потомков двух братьев. И в чем это выражается, интересно. Пока мы только посмотрели, что да, вот такое оно благословение. И есть некая связь. Что это значит? Помните, мы говорили о Бецалеле. Бецалель – тот, кто изготовил, по чьим руководствам было изготовлен мешкан. Написано в книге Шмот. У Бецалель – бен Ури бен Хур ле Мате Ягуда. Бецалель – из колена Ягуда. А кто был его помощником? Его правой рукой, если так можно сказать. И наши мудрецы указывают, что это не просто так. Это не случайное совпадение, что оба они из разных колен. Один из них из колена Ягуда, второй из колена Дан, но оба они имеют определенную связь. У обоих благословение Гур-Арье, львенок, детеныш льва. То есть это есть некая особенность. И вот очевидно, этим аспектом должен был обладать тот, кто построит мешкан. Дальше Рабейн Убехаев подчеркивает, что Микдаш, то, что уже было построено в Иерусалиме, был похож на льва. Форма, форма Гейхаля, форма храма самого здания, оно было сзади более узким, а спереди более широким. И об этом сказано у пророка Ишаягу «Ариэль, Ариэль, Кириат Хана Давид». Буквально, если по-русски можно сказать так. «О Ариэль, Ариэль», то есть жертвенник, огонь которого подобен льву, в городе, где пребывал Давид. Это 29 глава книги пророка Ишаяу «Ариэль», так он называет храм. «Ариэль», скажем так, то есть здесь два аспекта. Два аспекта. Первый аспект – это мизбэх, то есть жертвенник. И второй аспект – это ехаль, то есть само здание. И то, и другое сказано, похоже или подобно льву. То есть относительно мизбэх, жертвенника, сказано, что он подобен льву огонь, которого подобен льву. А относительно хейхаль, то есть здание самого храма, сказано, что оно по форме сзади было более узким, а спереди более широким. Это современный макет, который сделан по тем инструкциям, которые у нас передавались из поколения в поколение, как он выглядел, размеры, как был построен. Все-все-все-все, как бы вся информация у нас есть. И вот пророкия отмечает, что как бы передняя часть, улам, она более широкая, а задняя, скажем, более узкая. И вот это есть арье, лев. И подчеркивает наши мудрецы, что все в мире происходит не просто так, и что есть связь между событиями. И намекают на это наши пророки. Лев, так пророк называет Невухаднецера, поднялся из чащи своей и захватил народ Израиля. Почему ему это удалось? Потому что он лев, потому что есть у него это качество. Продолжает Рабейну Быхаи и приводит цитату из другого стиха. И отмечает народ Израиля в последних поколениях прихода Машиаха будет подобен льву. И приводит цитату из книги пророка Миха, пятая глава. И будет остаток Якова, как лев меж животных лесных. Как молодой лев меж стад мелкого скота. Это заложено в потенциале и оно реализуется во времена Машиаха. И еще один момент интересный касается расположения евреев в пустыне. На востоке был Яуда, лагерь Яуды, а на севере – Дан. Но когда они отправлялись, уходили с этой стоянки на другую, скажем так, авангардом был Яуда, а арьегардом был Дан. То есть Яуда был первым, а Дан был завершающим. И наши мудрецы указывают, что это тоже не просто так. Когда они располагались станом, они располагались, ну, как сказать, по четырем сторонам света. То есть они были самые… Гебор – это сильный в прямом смысле этого слова. Сильный, крепкий, смелый, потомки Яуды и Дана выделялись этим качеством, были Геборим, то есть сильные, самые сильные. И именно поэтому всегда, когда отправлялись в путь, Яуда шел первым, а Дан – последним. Он завершал стан при переходах с одной стоянки на другую. Тут нужно понимать, что когда мы это обсуждаем, мы не говорим, не имеем в виду, что Яуда – он хороший, Яуда – он хороший, Дан – хороший, а все остальные – нет. У каждого из них было определенное качество. Определенные качества. И каждый из них был элементом единого целого, без которого это целое, оно просто не могло существовать. Ирина. Ирина, Гематрия, 276. Интересно. Вот Ор, Ханога, свет Венеры, Нога – это Венера, тоже составляет Гематрию, 76. А вот имя Рина, скажем так, современное еврейское имя, вот созвучно, немножко созвучно, Гематрия 265, такое же, такая же Гематрия слова Сахар, Сахар – Луна. То есть то, что на русский язык переводится Луна, на иврите есть три термина. Ярех, Левана и Сахар. Интересно, что Кохвей Ор – звезды света, звезды света. Это выражение означает пять подвижных звезд. Пять подвижных звезд. Тоже имеет Гематрию 265. Но интересно, что Нога – Венера, и Сахар – Луна. Они имеют некую связь. Йомши-Ни. Йомши-Ни начинается в воскресенье вечером и заканчивается в понедельник с выходом звезд. Так вот, считается, что Левана – Луна – управитель дневной части Йомши-Ни, второго дня после Шаббата. А Венера, то есть Нога, она является управителем ночной части Йомши-Ши, то есть третьего дня после Шаббата. То есть они сменяют эти звезды подвижные, или планеты по-русски, они сменяют друг друга. Как бы, да, то есть там на самом деле более сложная схема, но по-простому вот так. То есть есть некая связь. А вот Йомши-Ши-Шистой день недели, который начинается ночью в четверг с выходом звезд и заканчивается в пятницу с заходом солнца и выходом звезд. То есть Луна, Левана, считается управителем ночной части этого дня, шестого дня недели, а Нога-Венера – управителем дневной части. То есть есть некая связь между… Интересно, что слова ЦАКА и РИНА – тоже Гематрия-265. ЦАКА и РИНА. ЦАКА – буквально крик, так переводится в словаре, крик, вопль. А РИНА – пение-ликование, РИНА – радость, веселье, ликование. То есть как бы с одной стороны это две противоположности, но с другой стороны каждый из этих терминов соответствует единому понятию, которое называется ТФИЛА – молитва. То есть ТФИЛА – молитва, в некоторых случаях она является ЦАКА, в других случаях является РИНА. На самом деле не совсем так в одних и в других, то есть как бы оно все единое. Скажем так, две стороны одного емкого понятия, которое называется ТФИЛА – молитва. То есть ЦАКА и РИНА. И оба этих термина, оба этих понятия имеют гемеатрию-265, совпадающую с именем РИНА. Довольно распространенное сегодня имя в Израиле. И интересно, что вот такой момент, такой момент, что вот АЛЕФ и ЮД означает отрицание на иврите. И у нас уже было в прошлом занятии, на прошлом занятии мы приводили такое выражение «ИЭФШАР». «ИЭФШАР» – невозможно. «ЭФШАР» – возможно, «ИЭФШАР» – невозможно. То есть «И» – это некое отрицание. То есть вот «ИРИНА», то есть вот тут как бы можно в этом увидеть тоже такое отрицание. Итак, что у нас получается? У нас получается, что ИРА, если записать на иврите гематрия-216, и те же самые буквы составляет слово АРЬЕ, мы немножко поговорили об этом термине, об этом понятии, и ИРИНА, возможно, есть некая связь с именем РИНА, возможно, вот что в принципе означает «ЦАК» и «РИНА», то есть «КРИК» и «ЛИКОВАНИЕ», и объединяет эти два термина понятие «ТФИЛА», «МОЛИТВА». «МОЛИТВА». Скажем так, когда дают имя ребенка или когда обращается к кому-то, то есть определенные ассоциации возникают у человека, когда он кого-то называет по имени, потому что имя есть некая, 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 как бы суть человека. И поэтому полезно, если я обращаюсь к кому-то по имени, чтобы у меня определенные ассоциации возникали, то есть оно как бы несет некий потенциал, может, даже небольшое благословение, то есть в этом есть. Поэтому полезно знать, что это имя представляет, когда обращаешься к человеку. То есть оно как бы несет некое благословение.